Здравствуйте! На телеканале ИТВ программа «Наши новости» прямо сейчас я, Егор Зайцев, и мои коллеги-журналисты расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. В России стартовала предвыборная кампания. Председатель избиркома рассказал крымчанам о нюансах первых для Республики президентских выборов. Определено, что в виде наблюдения будут охвачены, соответственно, все 27 территориальных комиссий Республики Крым. Патриотическое воспитание и отработка знаний на практике. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым провели открытый урок мужества в Симферопольской школе номер 6. Воспитываясь на вот этих славных традициях пограничных органов, они правильно будут, во-первых, позиционировать себя в обществе. О том, как должны пройти первые для Крыма президентские выборы говорили сегодня в Симферополе. Председатель избиркома Республики Михаил Малышев рассказал о многих нюансах процесса, о том, как правильно проголосовать по месту нахождения, подать заявления, а также умело воспользоваться новыми для полуострова технологиями. Накануне официально стартовала предвыборная кампания. В Республике на первых для нее президентских выборах будут работать 27 теризбиркомов, а также свыше тысячи участковых комиссий. Если на участках возникнут какие-либо проблемы, предусмотрено наличие также альтернативных, мобильных, которые позволят при необходимости продолжить процесс. Миллион четыреста восемьдесят три тысячи триста сорок девять избирателей. Именно столько голосующих насчитывается в Крыму по данным, полученным летом. Следующий подсчет, который опубликуют на сайте ЦИК, будет проводиться уже в январе. Потратят на проведение выборов в Крыму порядка полутора сотен миллионов рублей, отмечают в Центральной избирательной комиссии. Члены рабочей группы уже проинспектировали избирательные участки. По результатам ряда проверок было решено перенести их в другие здания. Ожидают крымчан и ряд новшеств, среди которых повсеместное видеонаблюдение. Определено, что в видеонаблюдении будут охвачены, соответственно, все 27 территориальных комиссий Республики Крым. И 494 избирательных участков. На 494 избирательных участков, еще раз говорю, будет осуществляться видеонаблюдение. И однозначно это видеонаблюдение будет осуществляться во всех 27 территориальных комиссиях. Также впервые на территории полуострова будут использованы технические новинки. Это КАИП, комплекс обработки избирательных бюллетеней. Иными словами, электронная урна, которая не только сама считает голоса избирателей, но также гарантирует надежность. На выборах не будет открепительных талонов. Голосовать вне участка по приписке можно будет, предварительно подав заявление и перерегистрировавшись через портал госуслуг. Существует и иная форма заявления, которую можно будет подать только на участке, за которым закреплен избиратель. Он не будет иметь отрывного талона, но он будет иметь защитную марку. Защитная марка, которая уже это заявление будет целиком выдаваться избирателю, если в предыдущем случае мы отдавали только отрывной талон. То сейчас с этим заявлением, со специальной маркой, которая будет иметь единую нумерацию по всей Российской Федерации, это будет марка строгой отчетности. Вот с этим заявлением человек имеет право идти опять-таки на тот избирательный участок, который он укажет в этом заявлении. Точное количество кандидатов станет известно в конце января. Выборы президента в стране, которые для республики Севастополя станут первыми в истории, стартуют 18 марта следующего года. Ранее жители полуострова поучаствовали в избирательном процессе, проголосовав на выборах в парламент. Тарас Березицкий, Служба новостей, ИТВ. Обследование более трех тысяч земельных участков и обнаружение больше сотни признаков нарушений земельного законодательства. В администрации Крымской столицы сегодня подвели итог деятельности Управления муниципального контроля в 2017 году и обсудили городские проблемы. В этом году в Управлении муниципального контроля особое внимание акцентировали на земельных вопросах. На протяжении 2017-го проводились проверки, которых стало в два раза больше, чем в предшествующем году. Владельцев самостроев наказывали по санкциям административных статей. Возбуждены дела, а виновные привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов за год составила 290 тысяч рублей. В Управлении продолжают бороться с нерадивыми горожанами. В рамках взаимодействия с населением для получения информации оперативного реагирования на сайте администрации управления опубликован электронный адрес, на который можно сообщать о фактах ведения строительных работ и реконструкции объектов капитального строительства. Органы местного самоуправления поговорили на совещании и о работе МУПов. Согласно отчёту, исполняющие обязанности начальника департамента городского хозяйства, вывозят опавшую листву в штатном режиме. Стихийные навалы мусора ликвидируют. Подходят к концу сроки ремонтных работ внутридворовых проездов. По внутриквартальным, внутридворовым проездам на сегодняшний день осталось выполнить два объекта. Это Беспалово 1,3, Самокиша 16, тысячу квадратных метров асфальта. Департамент городского хозяйства по поручению главы администрации Крымской столицы будет следить за вывозом мусора на Тургеневский полигон. Твёрдые коммунальные отходы будут отвозить частные управляющие компании. Кандидатура, предложенная главой администрации, согласована с городскими законодателями. Исмет Аблаев занял пост заместителя Игоря Лукашева. Избранный помощник ранее заведовал отделом планирования и документа оборота крымского МЧС. По предварительной договоренности с главой администрации планирую курировать направление международных отношений. Есть определенные вопросы в этом направлении. Постараюсь в предыдущие сроки наладить необходимые коммуникации. Городские депутаты проголосовали за создание стратегии социально-экономического развития крымской столицы до 2030 года. В нее включат 9 приоритетных направлений. Реализовывать 13-летний план будут в три этапа. В документе распишут конкретные задачи и суммы, необходимые для их решения. Конечно, здесь должны быть задействованы не только деньги города, но, конечно, и средства республиканские и федеральные для того, чтобы привести в порядок и выполнить ту программу, которая сегодня намечена. Приняли на сессии также правила благоустройства. Этот документ будет помощником для исполнителей. Он уже согласован с прокуратурой. В этом году работа депутатов сессии не заканчивается. Скоро им предстоит принять трехлетний бюджет, который уже находится в разработке. Полковник Федеральной службы безопасности Алексей Забатурин назначен на должность первого заместителя постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном сайте главы Крыма Сергея Аксенова. В документе указано, что решение о назначении Забатурина на новый пост прошло по представлению Георгия Мурадова, заместителя председателя Совмина Республики, а также по личному заявлению Алексея Забатурина. Напомним, ранее он занимал должность начальника отдела по Юго-Западному административному округу управления ФСБ по Москве и области. В октябре 2015 года был назначен заместителем председателя комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы борется за снижение цен в Крыму, контролируя торговые сети полуострова. Основные моменты – недопущение навязывания дополнительных услуг и открытость работы с поставщиками. Об этом рассказал начальник отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в Севастополе. По его словам, открытость – залог справедливой конкуренции, поэтому каждая торговая сеть, которых в Крыму порядка 20, должна разместить на своем сайте образцы договоров, поставки с условиями. А поставщик, в свою очередь, должен разместить на своем сайте аналогичные образцы и информацию о возможных скидках для всех участников. Однако многие пренебрегли обязательными процедурами, хотя срок истек еще 1 января. Денис Локтеонов подчеркнул, что дополнительные серьезные проверки торговых сетей не планируются, но призвал поставщиков и дистрибьюторов в случае навязывания им каких-либо дополнительных услуг обращаться в антимонопольное ведомство. Ожидаемые результаты – конечное снижение цены на продукты. Возможно, сети, конечную цену на полке формируют без вычета из нее суммы своего вознаграждения, которую плачет поставщик. Когда осуществляет формирование своей цены, он закладывает туда затраты на покупку, хранение, доставку, реализацию, свое вознаграждение торговой сети, которое официально сейчас 5%, не больше он может заплатить раньше, а не регулировалось, сейчас 5%, ну и естественно ожидаемого прибыли. По нашим предположениям, структура цены торговой сети формируется следующим образом. Ожидаемая прибыль, затраты на хранение, транспортировку, реализацию, закупочная цена товара от поставщика с уже включенным вознаграждением торговой сети. Рукопашный бой, стрельба по мишеням и оказание первой медицинской помощи сотрудники погрануправления ФСБ России по Республике Крым провели открытый урок в одной из столичных школ. Юные ученики уверены, полученные сегодня навыки и знания обязательно пригодятся в будущем. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно это устойчивое выражение дает наиболее точную характеристику мероприятию, которое сегодня прошло в Симферопольской школе номер 6. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым подготовили для учащихся кадетских классов несколько открытых уроков. На них ребята подробно узнали о том, с чем приходится сталкиваться работникам пограничной службы. Воспитываясь на вот этих славных традициях пограничных органов, они правильно будут, во-первых, позиционировать себя в обществе, ну и во-вторых, станут достойными продолжателями делу охраны государственной границы, в целом пограничной службы. Ну и воспитание на славных традициях и подвигах наших предков, я думаю, это будет просто даже в качестве развития, даже если они не изберут профессию пограничника, это будет для них просто полезно. История пограничных войск, строевые тренировки, огневая подготовка, следопытство и кинология. Вот неполный перечень дисциплин, которые ребята изучают в кадетских классах. Педагогический коллектив подчеркивает, занятия выстроены таким образом, чтобы информация была интересна детям. Говорить просто на словах – это одно. А вот когда показываешь детям, они проникаются всем этим, они совсем по-другому воспринимают. И самое главное, мне кажется, как показывать. Поэтому вот то, что мы сейчас ощущаем, чувствуем в действии от пограничного управления – это очень огромный вклад в воспитание наших детей. Боевая подготовка – один из важнейших аспектов в работе сотрудников пограничного управления. Специально для ребят был организован мастер-класс по рукопашному бою. После зрелищного выступления правоохранители подробно рассказали о приемах, которые помогут одержать победу над противником. Сперва идет сам кол. Входит в уход от самого удара. То есть соперник отходит от линии атаки, тем самым обезопасывая себя. А потом наносит расслабляющий удар, тем самым противника повернуть шоу. После чего делается подроссор для того, чтобы либо скрутить человека без оружия, либо дальнейшего конкурирования. Не менее увлекательная часть урока, подготовленного сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Крым – оптико-электронные тренажеры. Здесь ребята могут ознакомиться с копиями реального оружия, а также попрактиковаться в меткости стрельбы. После сдачи норматива результаты автоматически выводятся на экран компьютера. Перед началом тренировки сотрудник проводит вводный инструктаж. Это пистолет Макарова, пистолет Ерыгина, автомат Калашенко. Одновременно можно использовать три вида оружия. Задача научить детей правил прицеливания, удержания в руке пистолета, правильный хват, правильная стойка. Кадет 6-го А-класса Станислав Арбус делится. Работа на оптико-электронных тренажерах, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи вызывают больше всего интереса. Ученик подчеркивает, обретенные знания ему будут необходимы при поступлении в высшее учебное заведение. Я хочу поступить в училище кадетское и потом пойти работать в Федеральную службу безопасности, как мой отец. Мы занимаемся на строевой подготовке, маршируем, учимся маршировать. Потом мы стреляем с пистолета, с Макарова. Нас учат оказывать первую медицинскую помощь и ориентируются по картам. Меткость в стрельбе и навыки рукопашного боя, несомненно, пригодятся, но скорее всего в будущем. А вот знания по оказанию первой медицинской помощи ребятам важны уже сейчас. Именно поэтому сотрудники пограничного управления уделили этому особое внимание и показали, как правильно накладывать повязки и жгуты. В ФСБ уверены, сегодняшние мастер-классы произвели огромное впечатление на юных кадетов. Возможно, некоторые ребята захотят связать свою жизнь с работой в органах безопасности России. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Во второй части нашего выпуска прямо сейчас. Высокие технологии в медицине. Симферопольские доктора опробовали современную навигационную систему, повышающую точность хирургических манипуляций. Это уже не эндопротезирование, а восстановление структуры костей, когда классические костные ориентиры потеряны в силу обширности травмы. Сотрудники Росгвардии подарили детям из дома малютки «Елочка» игрушки ко дню Святого Николая. Заботятся о малышах силовики уже давно. Привозят постоянно игрушки детям. Вообще, мы их вниманием не обделены. Полицейские Сакского района пресекли незаконную деятельность 64-летнего наркоторговца, который имел при себе 10 килограммов высушенной конопли. Обвиняемый признался, что самостоятельно вырастил и высушил наркотическое растение для последующей продажи. Экспертиза показала, что всего было обнаружено 6,5 килограммов действующего вещества. Теперь за производство и реализацию наркотических средств мужчине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Крыму продлен срок переоформления земельных участков до 1 июня 2018 года. Соответствующий документ размещен на сайте крымского правительства по инициативе главы республики Сергея Аксенова. Распоряжение гласит приостановить до 1 июня 2018 года действие постановления Совета министров Республики Крым об утверждении порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым. Решение о приостановке действия постановления до 1 января 2018 года было принято еще в апреле. О необходимости продления сроков заявила министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина. По ее словам, основные причины нововведений – отсутствие градостроительной документации в муниципалитетах и городах Крыма. В Симферополе презентовали новую медицинскую технологию. Компьютерная навигация в мировой практике уже давно. Она широко применяется в хирургии. Например, при операциях на позвоночнике, головном мозге, верхних и нижних конечностях. Специальные приборы фиксируют все, что происходит в оперируемом участке тела и передают на компьютер. Следя за своими манипуляциями, хирург повышает точность вмешательства. Сегодня в городской больнице скорой помощи успешно прошла первая показательная операция с использованием этой компьютерной методики, на которой побывала наша съемочная группа. В этом году Крым впервые вошел в стадию оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Зачастую такой уровень доступен лишь федеральным центрам. Но с сентября текущего года подобную возможность получили и некоторые медучреждения республики. Современные лечения уже прошли около 300 больных. Пациенты, нуждающиеся в протезировании суставов, попадают сюда, в ортопедическое отделение. Затем их ждет операция и период восстановления от недели до нескольких месяцев. За последние несколько месяцев эндопротезирование коленных суставов сделали более чем 150 пациентам. Однако, как отмечает главврач Симферопольской клинической больницы скорой помощи, потребность значительно выше. Именно для хирургических вмешательств такого профиля сегодня опробовали современное оборудование. Вместе с ведущими специалистами, прибывшие на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. Вся эта стойка перемещается по операционной, чаще всего устанавливается на противоположную сторону от пациента, у изголовья. Камера располагается на расстоянии полутора метров от операционного поля. На коленном суставе устанавливается два трекера, то есть устройство отслеживания. Сигналы передаются на камеру. И так называемый поинтер, которым мы будем регистрировать кость. Поинтер, потому что у него есть наконечник. И, соответственно, этим наконечником регистрируются точки в пространстве, а именно кости, которые синхронизируют как раз нашу инвестиционную систему с костью пациента. Таким образом, компьютерная навигация операции снижает количество возможных ошибок из-за постоянного контроля местоположения инструментов. Когда ты хочешь установить ту же ротацию, 2, 3, 5 градусов, и ты устанавливаешь шире на глаз, и при помощи навигации ты смотришь, что я установил баллотак, а навигация показывает, что не 3 градуса, как я думал, а это 5 градусов, 6 градусов. То есть, конечно, польза есть. И в тяжелых случаях, при тяжелых ситуациях, конечно, она очень помогает. Иными словами, для клиники это условие оказания нескольких видов высокотехнологичной помощи, а для хирурга – лучшие клинические результаты операции. Эта методика позволяет оказывать медицинскую помощь очень сложным пациентам, когда имеется массивная травма. То есть, это уже не эндопротезирование, а восстановление структуры костей, когда классические костные ориентиры потеряны в силу обширности травмы. И врачу очень сложно без использования компьютерной модели сопоставить костные фрагменты. К тому же, в эру страховой медицины медики вынуждены не только оказывать помощь, но и защищать себя документально. Новая методика позволит протоколировать и архивировать всю процедуру хирургического вмешательства. Таким образом, в страховых случаях доктора смогут обосновать каждое действие. Мы сокращаем срок операции, а это уменьшение кровопотери, это уменьшение любых интероперационных рисков. Для наших пациентов это великое благо. Вместе с тем, меньше времени потребуется и на реабилитацию, что позволит пациентам быстрее вернуться к обычной жизни. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Владимир Константинов поздравил пациентов Республиканской детской клинической больницы с Днем святителя Николая Чудотворца. Особое внимание он уделил малышам из отделения онкогематологии. Глава Госсовета Крыма пожелал ребятам здоровья и исполнения в новом году самых сокровенных желаний. Маленьким пациентам он вручил сладкие подарки. Праздник продолжился веселым утренником с конкурсами, песнями и танцами, подготовленный студентами Крымского университета культуры, искусств и туризма. Для нас этот День святого Николаева в этом году он особенный. Понятно, что всегда нужно верить в чудо, верить в выздоровление. Оно происходит в выздоровлении. Мы много лет здесь являемся попечителями этой больницы. Я, Сергей Валерьевич, общими усилиями нам удалось за эти годы очень много больниц изменить. Это еще не окончательный вид той больницы, которую мы хотим иметь. Но мы уже приближаемся к завершающей стадии. Я думаю, нам нужно еще максимум год-два. И эта больница будет отвечать самым современным мировым стандартам. Крымские росгвардейцы в честь Дня святого Николая отправились в один из республиканских домов ребенка, чтобы подарить малышам игрушки. Подобной благотворительностью сотрудники ведомства занимаются уже не в первый раз. В этом году они успели отметиться тем, что помогали елочки с медицинским оборудованием. Тему продолжит Никита Егоров. День святого Николая – праздник, когда послушные дети получают подарки, а вредные – розги. Но в этом доме ребенка все малыши воспитанные, и персоналу не приходится напоминать малышам о хорошем поведении. Именно поэтому сюда приходит много гостей с подарками. Кроме игрушек с собой, они приносят и такие вещи, как детское питание, одежду, средства гигиены и лекарства. Очень хороший праздник. К нам приходят гости, но дело в том, что они приходят не только в день святого Николая, они еще приходят в обычные дни. Вот, например, представители национальной гвардии к нам приходят с завидной постоянностью. Значит, в теплое время года проводили уборку территории, красили детские площадки, привозят постоянно игрушки детям. Вообще, мы их вниманием не обделены. Чтобы получить подарки, нужно удивить и порадовать гостей. Сегодня малыши подготовили небольшую сценку, в которой рассказали историю зайчиков, которые замерзли в студеную зимнюю пору, а лесные звери советуют им, как согреться. Такое представление даже несмотря на то, что малыши пока не научились говорить достаточно внятно, действительно понравились гостям. Ни одного праздника мы не пропускаем. Мы все время приезжаем с какими-то подарками, с помощью, физической в том числе. Например, мы этим летом проводили тут паркохозяйственный день, убирали территорию, красили детские площадки. То есть, ну, всеми силами, всеми возможностями стараемся оказать помощь нашим деткам. Список добрых дел, которые намерены совершить росгвардейцы, не заканчивается на подарках малышам детского дома. Кроме таких учреждений, подшествия силовиков попадут и кадетские классы крымских школ. В следующем году подобная благотворительная работа будет лишь набирать обороты. Ведь это интересно и важно не только сотрудникам ведомства, но и самим детям. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. В Крымском этнографическом музее состоялось торжественное открытие выставки детских рисунков от святителя Николая Крещению Господнюю. На традиционном конкурсе, который проходит уже 11-й раз, ребята представили свои рождественские работы, выполненные в различных техниках. Подробности у Анны Волиной. Выставка, посвященная православному празднику святителю Николаю, уже давно стала традицией. Ежегодно конкурс детских рисунков можно увидеть в стенах Крымского этнографического музея. Сегодня лучшие работы представили ученики общеобразовательных и воскресных школ, а также дети из различных художественных объединений Крыма. В этом году в зале 540 творений, выполненных в различных техниках. На выставке представлены как авторские индивидуальные работы, так и коллективное, групповое творчество. Здесь и елочные игрушки, и с бумаги, и с фольги, с блестками, пайетками украшены, и открытки нарисованы и сделаны из различных видов материалов, и также замечательные композиции, тематически посвященные рождественским событиям. Данная экспозиция – результат совместной работы этнографического музея и Симферопольской и Крымской эпархии. Конкурс был объявлен по благословению митрополита Лазаря. Это выставка детей для взрослых. Понимаете, что напомнить взрослым, что когда-то вы тоже были маленькими, и по прошествии времени вы забыли это, и мы вам напоминаем, напоминаем в преддверии этих великих праздников, что детская простота, она спасет этот мир. Оценивать работу участников будет компетентное жюри. Это художники-искусствоведы, представители эпархии, а также сотрудники этнографического музея. Выбрать лучшую работу смогут и посетители выставки, опустив номерок в специальный ящик. По результатам голосования, при зрительских симпатии получат работы в трех номинациях. Лучший рисунок, лучшая новогодняя елка, а также лучшая поделка. Куратор детского творчества отмечает, ребята всегда с нетерпением ждут этот праздник и выполняют работу с душой, чтобы принести радость людям. В этом году представлена наша коллективная работа, она называется «Святый-святый не полушка, а подарки нам несет, а Рождество уже грядет». Работа выполнена из картона и материала. Материал белый представляет здесь снег, белое Рождество, а вот эти все, конечно, бусинки, все, что украшали ангелы, притом ангелы украшены с обеих сторон, и задняя стенка тоже оформлена, то есть это объемная работа. Это все дети делали с горячим пистолетом, все это обсуждалось, мы обсуждали, как их одеть. Выставка закроется 19 января 2018 года. В этот день будут объявлены победители, которых наградят грамотами и дипломами. Лучшие из работ поступят в фонды Крымского этнографического музея. Анна Волина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А на этом я прощаюсь с вами. В студии работал Егор Зайцев. Оставайтесь на телеканале ИТВ.